Бывший премьер-министр Италии Сильвеев Берлускони прибыл в Крым. Президент России Владимир Путин встретил его на кладбище. В Севастополе они возложили цветы к мемориалу, посвященному памяти погибших солдат в Крымской войне. Завтра Путина и Берлускони ждут в Бахчисарае. Город готовится к приезду высоких гостей, но по этому случаю решили привести в порядок только дорогу, ведущую в старый город, к Бахчисарайскому дворцу. Это улица Ленина, по которой дорога ведет к Ханскому дворцу. Именно по ней завтра, как ожидается, должны проехать Путин с Берлускони в рамках его частного визита в Крым. В городе к визиту гостей приготовились на скорую руку. Стригут деревья и белят бордюры. Даже залатали несколько ям на дорогах. Правда, не все. А убрать мусор и поставить урны и вовсе забыли. Не кладут асфальт, а латки просто наделают и могут в дождь наделать. Ну такое. Переводят. Некачественно. Могут показать самые хорошие места, а вот то, что моменты плохие, могут и не показать. Как бы ничего не поменяется. А это улица, которая прилегает к улице Ленина. Здесь уже никакого ремонта не было. Да не, ну как хорошо, куда хорошо, обратите внимание. Ничего их не делают практически. До следующего дождя. Почаще бы Путин приезжал, чтобы их делали. В принципе, немного поубирали вот рядышком место. Идите все вот здесь, везде мусор, все засрано. Наверху объездная разбитая вся полностью. То есть, когда кто-то едет, они что-то латают. Вот это раззаватали, посмотрите. Вот это раззаватали, это ерунда, полная ерунда. Говорю, пощаще Путин бы ездил бы. Какие достопримечательности планирует посетить президент России вместе со своим итальянским гостем, жители Бахчисарая не знают. Но предполагают, что это будет Ханский дворец. Сегодня здесь пока все спокойно. А завтра все заполнится полицейскими. Готовясь к мерам повышенной безопасности, они уже со вчерашнего дня проводят профилактические обходы по домам, в которых хранятся зарегистрированные охотничьи оружия. Эльмас Ибрамова, Асана Санов, Заман, АТР.